МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире о Хлебеносочном. Программа о селе, сельском хозяйстве и сельских тружениках. В студии Эльвира Ефимова. Здравствуйте. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Красноярске прошел первый этап конно-спортивных соревнований Большой Сибирский круг. Зеленогорское рыбное хозяйство увеличило производство форели. Фермеры из Емельяновского района делятся секретами выращивания кроликов. В Новоселовском районе прошло заседание Агросоюза. Любители лошадей, азарта и конова спорта со всей Сибири объединил Большой Сибирский круг 2016. Соревнованиям этим уже 10 лет, и уже в 9-й раз они стартуют в Красноярске. Достались ли краевым коневладельцам главные призы? Сюжет и далее. Лидеры заедут на финишной прямой. Ведет саботаж, за ним королев, линопад. И в бой на финишной прямой. Саботаж! Саботаж! Саботаж идет только на финишной прямой. Финиш! Есть! Саботаж! Саботаж! Волнение, конечно же, включаешься вместе со всеми зрителями вот в этот вот ажиотаж, да, что нужно, чтобы лошадь выиграла, и радуешься за то, что она побеждает. ПОДПИШИСЬ! 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 Это бега и скачки самых резвых лошадей Сибири. Это самые опытные наездники и жокеи, которые будут биться на дорожке за самые дорогие призы. Сегодня мы разыгрываем кубок губернатора. Мы сегодня разыгрываем приз Законодательного собрания края. Мы разыгрываем приз Министерства сельского хозяйства края и кубок коневладельцев. Главные призы сезона. Кубок губернатора – 250 тысяч рублей. Есть за что бороться. Самый престижный приз состязания – кубок губернатора Красноярского края – остался в нашем регионе. Первым в заезде на дистанции 2400 метров с резвостью 3 минуты 6,2 секунды пришел гнедой жеребец, принадлежащий красно-туранскому хозяйству Тубинск. Первый приз – это приз губернатора. Взял первое место жеребец от Лишкир Хан. Она у нас четвертый год и уже на протяжении последних лет она занимает в основном первое место. Но сейчас намного улучшилась резвость. При мне 2,05 – это самая была резвая лошадь в старшем лозе. А сейчас в 1,59 уже приходит. Команду нашего края представляли 24 лошади из хозяйств «Мустанг», «Краснотуранский», «Тубинск», «Солянская», «Михайловская» и других предприятий и фермерских хозяйств. Следует отметить, что интерес к племенному коневодству в крае растет с каждым годом. Это ж не единое хлебом и живом. Надо же и людям, и развлечения. Люди отдыхают, веселяются, смотрят, болеют. Отдыхают от работы. И смотрят на шаги. Это ж приятно и хорошо. Не остается племенное коневодство и без государственной поддержки. К примеру, затраты хозяйств, связанные с участием в Большом Сибирском круге, во всех его этапах субсидируются из краевого бюджета. Выделяются деньги и на покупку племенного поголовья, испытания лошадей на ипподроме. Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, а может быть, ну в Сибири мы точно, мы компенсируем руководителям сельхозпредприятий, которые занимаются коневодством, проведение испытаний. Это порядка где-то около 6 миллионов рублей в год. Мы, значит, проводим одни из немногих, наверное, в Сибирской Федерации, а может в России, отдельные соревнования сельских конников. И там призы у нас вообще общее проведение, общий где-то, значит, бюджет около 4 миллионов рублей. Вот с точки зрения, вот проведения таких соревнований, ну это в первую очередь, конечно, для выявления лучших качеств пород, которые в дальнейшем будут использованы для развития племенного коневодства. Это очень важно. По итогам первого этапа Большого Сибирского круга 2016, красноярская команда стала победителем во всех 11 заездах. Набрав 47 баллов. Следом команда Хакасии, Кемеровской области, Новосибирской, Алтайского края и Иркутской области. Свою резвость красноярские лошади покажут и в следующих этапах соревнований, которые пройдут этим летом в Омске, Барнауле, Абакане и Новосибирске. На этой неделе прошло очередное заседание правления Агросоюза. Председателем этой общественной организации является спикер краевого парламента Александр Ус. На заседании, помимо итогов пассивной кампании, рассматривались предложения, каким образом можно поддержать на селе малые формы хозяйствования. Отгорблены, гладкие, все у них нормально. В новом животноводческом комплексе хозяйство Светлолобовское встречают важных гостей. С рабочим визитом в Новоселовский район приехали спикер краевого парламента Александр Ус, депутаты аграрии и члены краевого агросоюза. Светлолобовское – одно из ведущих предприятий края. Имеется более 6 тысяч голов крупного рогатого скота. За прошлый год молока здесь надоили на 800 миллионов рублей. Удольный форум на караву составил за 15 год 6 тысяч 37 литров на караву. Это результат. Результат тот, который сегодня, если край надоил 5 тысяч литров, то с Светлолобовского жертноводческого комплекса создали 6 тысяч 37 литров. И в общем, копчетиво есть. И если мы будем увеличивать дойность, надо, до 2000 голов, наверное, может быть, с 2017 года. Директор хозяйства Сергей Рубцов планирует к 2018 году строить еще один новый коровник на 1200 голов. На это потребуется порядка 350 миллионов рублей. У нас, по зачастству, есть 4 вопроса. После посещения Светлолобовского жертноводческого комплекса прошло заседание Агросоюза. Его главной темой стал вопрос господдержки малых форм хозяйствования, которые могут внести дополнительный вклад в продовольственную безопасность региона. Отметим, что сегодня, по данным статистиков, личное подсобное хозяйство в крае ведут более 277 тысяч граждан. В 2014 году объем субсидий доставил в этом направлении 16 миллионов рублей. Получателем были полторы тысячи граждан. В 2015 году стало еще меньше – 12 миллионов в 1228 граждан. Кроме прямой поддержки граждан ведущих личное подсобное хозяйство, министерство расширяется ряд мероприятий по последовательной поддержке личных подсобных хозяйств через предоставление субсидий граждан. Как вы знаете, у нас в крае все-таки взят курс на более интенсивную поддержку небольшого товарного производства, небольших объемов на селе, то есть мелкотоварного производства, можно так сказать. Ну и кроме этого, вот в нашем аграрном союзе мы тоже меняем несколько подходов для того, чтобы его разбить на какие-то мелкие составляющие, сделать секции молочников, овощеводов и так далее. Прошли их первые заседания, и люди хотят поделиться своими первыми впечатлениями тем, как нам построить работу, чтобы в решении вопросов селян как можно больше было втянуто, в хорошем смысле слова, самих аграриев. Далее агроновости, а после побываем на кроличьей ферме и узнаем, какие породы самые выгодные для выращивания в Сибири. В Венесейском районе закончилась посевная кампания. Сельскохозяйственные предприятия засеяли более тысячи гектаров земли. В основном это фуражный овес, предназначенный на кону скоту. В этом году зерновые площади уменьшились на 25 гектаров, а вот картофельные плантации увеличились на 10 гектаров. Всего в районе 5 сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством. Они расположены в селах Анциферова, Оболакова, Погодаева, Потапова и Назимова. Кроме этого работает одно крестьянско-фермерское хозяйство, которое выращивает овощи в деревне Усть-Тунгуска. Посевная в Венесейском районе проведена в оптимально агротехнические сроки. Яровой сев составил в 2016 году 1133 гектара. В точности зерновых 745 гектар, картофеля 40 гектар и 18 гектар овощных культур, а также еще кормовые культуры. До старта Всероссийской сельскохозяйственной переписи осталась ровно неделя. В ходе переписи будут переписаны 819 сельскохозяйственных организаций, 2832 крестьянских фермерских хозяйства, 325 766 личных подсобных хозяйств и 1908 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Министерство сельского хозяйства Красноярского края объявляет о проведении краевого конкурса среди операторов машинного доения коров. Конкурс пройдет 5 августа на базе хозяйства «Искра» Ужурского района. Отметим, что данные соревнования доярок проводятся с целью популяризации передового опыта и профессионального мастерства. Одни разводят кроликов для получения красивой шкурки, другие – на мясо. А вот владелец личного подворья из деревни Таскино Владислав Стэн занимается выращиванием племенного молодняка. За 7 лет слава о нем разлетелась по всей округе и сегодня за чистопородным потомством к нему приезжают даже из других регионов. Порода у нас здесь калифорнийцы. Вот малыш. Малышу всего месяц. Он еще сидит с мамкой. Через месяц заводчик Владислав Стэн отправит этого ушастика покупателю на Дальний Восток. Расписаны и все остальные крольчата. Спрос на элитных чистопородных животных очень высокий. Чем чистопородный кролик отличается от поместного? Энергия роста. То бишь племенной кролик, калифорнийский, серебристый, они стабильно набирают килограмм веса на месяц жизни. То бишь в четырехмесячном возрасте это полноценный взрослый кролик, которого можно забить на мясо. Если взять поместного кролика, то бишь у него нет такого выхода мяса, он не набирает. Просто кормовая единица не очень выгодна. Он ест столько же, но растет в два раза медленнее. За семь лет заводчик из деревни Таскино занимался множеством пород. Были и фландеры, и французские бараны, венские голубые и новозеландские. В конце концов остановился на двух породах. На калифорнийской и серебристой. С советское серебро. Считает, что эти породы самые выгодные для Сибири. Да, это вот советское серебро. Средний вес вот таких вот кроликов 5-5,5 килограмм живой вес. У них очень большой выход мяса. Почти 65% от общей массы. Переносит любой климат, любые холода. Я завожу кроликов с других регионов России. Завоз производится ежегодно. Тратятся огромные деньги. Вот пример вам приведу. Вот сейчас достану вам кролика. Веди-ка мне, малыш. Племенной кролик. Оригинал. Цена 24 тысячи. Как скоро он себя купит? Один помет. На кроличьей ферме 40 самок. Каждый приносит по 40 крольчат в год. Однако поговорка «плодятся как кролики» работает только у ответственных и грамотных хозяев. Ушастые животные очень капризные и нежные. Требует максимум ухода. Не доглядишь и можно лишиться всего поголовья. У кролика обязательно проверяются полностью ушки. Потому что очень распространенное заболевание. Ушной клещ передается через сено. В качестве основной пищи кролики получают сбалансированный, гранулированный корм и сено. Кроме того, Владислав угощает своих питомцев подвяленными веточками осины. Уверен, что природные витамины для кроликов лучше покупных. В советское время на территории края было создано множество рыбоводческих предприятий. Многие из них, увы, канули в лету. А вот одно из них в закрытом городе Зеленогорске существует и по сей день. Здесь разводят радужные форели от самоинкубации. Подрожьих мальков содержат специальный бассейн с чистейшей водой, который летом дополнительно обогащает кислородом. Зеленогорское сельхозпредприятие «Искра» за последние несколько лет увеличило производство форели более чем в два раза. Сегодняшние объемы свыше трех тонн ежемесячно. К следующему году здесь планируют выращивать и другие породы рыб. В настоящее время с ГРЭС-2, его «Искра» активно рассматривается в вопрос возрождения рыбного производства на теплом сбросном канале ГРЭС, что позволит нам наряду с выращиванием форели в зимний период, летом активно выращивать карпа, канального сомика. Если возникнет необходимость и потребность, то можно и пробовать осетровые. Жабры должны быть красные, свежие. Глаза должны быть блестящие, черненькие. Рыба должна быть плотная, блестящая, со слизью. Слизь – это защитная реакция рыбы. Специалисты рыбного хозяйства свежесть рыбы определяют с первого взгляда и советуют готовить ее сразу после покупки, не замораживая. Самым лучшим рецептом приготовления считают в духовке или на углях. Рыбу сбрызнуть соком лимона, добавить в специи, начинить луком и зеленью, а после хорошенько упаковать в фольгу. В таком виде рыба готовится буквально 15-20 минут. Мы сейчас реализуем рыбу небольшого размера, до килограмма, чтобы хватило на две персоны. Советую ее сделать в фольге, чтобы сохранились все качества рыбы, чтобы она мягкая была, сочная. Отметим, что форелевое хозяйство на берегу реки Багунай появилось в 80-е годы. Оно было создано на базе подсобного хозяйства «Искра», которое обеспечивало продовольствием работников электрохимического завода. Ну а далее рубрика объявлений о купле, продаже или вакансиях на аграрную тему. Напоминаю, что подать туда информацию может любой желающий. Для этого нужно обратиться в службу рекламы телеканала «Инисей». «Инисей» Это все на сегодня. На следующей неделе побываем на конных скачках в Краснотуранском районе и познакомимся с абонскими фермерами. Как всегда, встретимся на телеканале «Инисей» в пятницу в 17.05 и 22.15. Напомню также, что все выпуски программы также размещаются на нашем сайте «Инисей.тв». Всего доброго вам и до свидания.